Вот так оно и было потом. А началось всё, как вы помните, с обыкновенного деревянного полена, которое попало в руки папы Карла. Взял он нож и начал его тесать. Из пахучих завитушек, стружек и колечек Мне, помощникам, под старость И на радость вам скоро-скоро деревянным Выйдет человечек, будет с кем мне под шарманку Топать по дворам. КОНЕЦ Вот уже почти готов он Добрый человечек Я вложу в него надежду И одежду дам Он спасёт нас от печали От нужды излечит Будет с кем мне под шарманку Топать по дворам Неплохой человечек Вот только, пожалуй, нос длинноватый Хи-хи-хи-хи Собым раз, по-моему Очень даже симпатичный нос Смотря на чей вкус Ох уж этот нос Буратино ухитрял сосовать его всюду Особенно туда, куда не следует Он даже проткнул им любимый холст Папы Карла с очагом, котелком и похлёбкой Ой-ой-ой Но вот Буратино получил бумажный кафтанчик Штанишки Колпак с кисточкой на конце И новую азбуку С цветными картинками Он весело побежал в школу Как и положено всем детям С азбукой под мышкой Но вместо неё попал в балаган Ага, там страшно и интересно Балагани на площади давал представление Кукольный театр подданного Тарабарского короля Доктора кукольных наук Карабаса-Барабас Куклы изображали комедию под названием Девочка с голубыми волосами Или 33 подзабельника На сцене несчастной, влюблённой в Мальвину Девочку с голубыми волосами Поэт Пьеро читал стихи И пел песни, и в награду получал Одни подзатыльники Вот какая-то была весёлая комедия Поздняя ночью в небе одна Так соблазнительно светит луна И я б хотел для вас небес Её достать Но как мне быть? Ведь ночью надо спать Не нужна мне малина Не страшна мне огнина Не боюсь я вообще ничего Лишь бы только малина Лишь бы только малина Лишь бы только малина Обожала меня одного Утром на зорьке ранней порой Солнышко низко висит над землёй Я б хотел для вас небес Лишь бы только малина Малина Малевина Обожала меня одного Буратино был в восторге Он хлопая отбил свои деревянные ладоши А куклы, о, куклы Сразу признали в нём своего собрата И втащили его на сцену Представление было сорвано Публика свистела, стучала А грозный хозяин театра Карабас-Барабас Был вне себя Он бешено вращал глазами Лязгал зубами Будто он не человек, а крокодил Свистел семихвостой плёткой Обрушивая ударом несчастных артистов Пока не запихал всех В тёмный сундук У Карабаса страшный бас И страшная гримаса Страшней, чем этот Карабас И сыщешь барабас А Буратино? Ой-ой-ой-ой-ой Бедный я Несчастный Почти сирота Некому меня пожалеть А Буратино Он решил подкинуть Как полено в огонь Чтобы зажарить себе барана на ужин Вот какой он был Подлый и гадкий Считайте меня подлым Да, я готов на подлости Эх, я готов на подлости Ух, я готов на подлости Налив бы потасовки Хватило бы мне бодрости Налив бы потасовки Хватило бы мне бодрости Хватило бы мне бодрости Хватило бы мне бодрости Зовете меня гадским Да, я готов на гадости Я готов на гадости Я готов на гадости Но лишь бы все закапать К своей великой радости Своей великой радости Плевать на унижение Да, я готов унизиться. Я готов унизиться. Я готов унизиться. Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться. Бедная! Несчастный! Не о кого меня пожалеть. Почти сирота. Ну, чего расхныкался? Полезай живо в очаг. Не могу, сеньор Карабас-Барабас. Как это не могу? Я уже однажды пробовал в коморке папы Карла сунуть нос в очаг и только проткнул дырку. Что за вздор? Как так проткнул дырку? Потому что они были нарисованы. Очаг и котелок. Так, значит, это в коморке старого Карла находится потайная. И тут Карабас-Барабас засунул кончик своей длиннющей бороды в рот, чтобы только не проговориться. Я дарю тебе жизнь, Буратино. Мало того, я дарю тебе пять золотых монет. Беги скорее к своему папочке Карла и проси его никуда не уезжать из его коморки. Я скоро вас навещу. Ну, что за сладкая цель так радует сердце Карабаса-Барабаса? Чш-ш-ш. Даже куклы думают, думают, а догадаться не могут. Тише, тише, что он прячет, если прячет, это значит тайну прячет он от нас. Тише, тише, осторожно, догадаться невозможно, что скрывает Карабас. И так, зажав в руке пять золотых монет, неслыханное богатство для деревянного мальчишки, Буратино со всех ног припустил домой. Куплю папе Карлу новую куртку, куплю новую азбуку, куплю маковых треугольничков, леденцов на палочке. Конечно, конечно, все бы это Буратино купил, если бы по дороге ему не повстречались нищие слепой кот Базилио и хромая лиса Алиса. На самом-то деле, никакие они не были ни хромые, ни слепые, а самые настоящие обманщики и разбойники. И все это придумали, чтобы половчее выманить у Буратино его пять золотых монет. Умненький, благоразумненький Буратино, хотел бы ты, чтобы у тебя денег было в пять, нет, в десять, нет, в сто раз больше. Хм, ищу бы! А как это сделать? Никто не знает этой тайны, но тебе мы расскажем. Слушай. Один раз в году, в одну единственную ночь, можно страшно разбогатеть. И сегодня как раз наступает эта единственная в году ночь. Ты слышал про поле чудес? Нет. А где оно? В стране дураков. Дураков, мы поведем тебя туда. И они пошли в страну дураков. Но вначале лиса Алиса и кот Базилио затащили Буратино в харчем из трех пискарей, чтобы подкрепиться на длинную дорогу хоть корочкой хлеба. Корочку хлеба, одну только корочку хлеба. И к ней хотя бы вон того цыпленка, он такой нежный, вон того зажаренного барашка, вот тот кусочек окорока и еще печеночки, селезеночки и сердечки куриные, утиные, перепелиные. Ну почему? Все, я весь слепой, ничего не вижу. А мне, 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 вот тех карасей, самых жирных пять штук, можно шесть, а лучше десять. И мелочи, всякие рыбешки на закуску, сырой и побольше навалом. Уплетали разбойники за обе щеки, да еще и посмеивались. Песня и танец великого кота Василио и прекрасной лисы Алисы о жаденых хвастунах и дураках. Лап-дон-бадедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедед Пока живут на свете хвостуны, мы прославлять судьбу свою должны. Какое небо голубое, мы не сторонники разбоя. На хвостуна не нужен нож, ему немного подпоешь. И делай себе что хочешь. Покуда живы жадины вокруг, удачи мы не выпустим из рук. Какое небо голубое, мы не сторонники разбоя. На шагину не нужен нож, ему покажешь медный рост и делай себе что хочешь. КОНЕЦ А куда есть на свете дураки, обманом жить нам стало быть срубчиво. Какое небо голубое, мы не сторонники разбоя. На дурака не нужен нож, ему с три кораба наврешь. И делай себе, что хочешь. Повели лиса Алиса и кот Базилио Буратино в страну дураков. Нашли там поляну, велели Буратино вырыть яму поглубже и закопать денежки. Не прячьте ваши денежки по банкам и углам. Несите ваши денежки, иначе быть беде. И в полночь ваши денежки заройте в землю там. И в полночь ваши денежки заройте в землю где? Заройте в землю где? Ни горы, ни овраги, и лес. Ни океан без над и берегов. А поле, 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 поле чудес. А поле, 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 поле чудес. Поле чудес. В стране дураков. В стране дураков. Поверьте хорошенечко. Советуем мы вам. И вырастут ветвистые. Деревья в темноте. Но вместо листьев денежки. Засеребряться там. Но вместо листьев денежки. Зазолотятся где? Зазолотятся где? Ни горы, ни овраги, и ни лес. Ни океан без над и берегов. А поле, 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 поле чудес. А поле, 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 поле чудес. Поле чудес. В стране дураков. Крекс, пекс, фекс, фекс, фекс. Крекс, пекс, фекс. Крекс, пекс, фекс. Буратино закопал. Полил, посолил. Сделал все, как велели лиса и кот. Сел ждать. Ну, 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 когда же вырастет денежное дерево? А тем временем хитроумные Алиса и Базилио сбегали за полицейскими собаками-ищейками и натравили их на Буратино. Вот он, вор! Он украл наши денежки! Хватайте его! Что есть сил, вопили они. И полицейские щейки схватили бедного Буратино за шиворот, поволокли и бросили в пруд. Пруд был старым, с заросшим тиною. В нем водились лягушки, водяные жуки, но больше всего было пиявок. Их было так много, что Дуримар, продавец пиявок, все время торчал у пруда, вылавливая их. Для чего? А? А птичка поет в тесло. О рыбках поет рыболов. О рыбках поет рыболов. Помогут вот эти козявочки, мои дорогие, мои дорогие, весьма дорогие козявочки. Но от жадности ква-ква и от скупости, но от подлости ква-ква и от глупости, и еще от хвастовства, ква-ква-ква, ква-ква-ква-ква, не поможет твой товар, злой противный гримар. О пчелках поет пчеловод. А я о пиявках пою, за денежки ей продают, ликвидируют козявки, прыщи-бородавки, опекоты и зевоты, ожирения, облечения, слепоты-голухоты. Помогут вот эти козявочки, мои дорогие, мои дорогие, весьма дорогие козявочки. Но от жадности ква-ква и от скупости, но от подлости ква-ква и от глупости, и еще от хвастовства, ква-ква-ква, ква-ква-ква, не поможет твой товар, может отсюда ты мог! Смешно! То, что произошло дальше, заставило Дурымара замолчать. Он спрятался и стал тайком подглядывать. А произошло вот что. Буратино, конечно, не утонул, он ведь был деревянный. Все мальчики и девочки напились молока, спят в теплых кроватках. Один я сижу на мокром листе. Помогите мне, лягушки! А лягушки раз! Бултыхнулись в воду. А потом, потом появилась из воды маленькая голова. Потом панцирь. И на лист влезла сама черепаха тортила. Затянулась бурой тиной гладь старинного пруда. Ах, была как буратино, я когда-то молода. Был беспечным и наивным черепахи юный взгляд. Все вокруг казалось дивным. 300 лет тому назад. Ах ты безмозглый, доверчивый мальчишка, с коротенькими мыслями. Сидеть бы тебе дома, да прилежно учиться. Занесло тебя в страну дураков. Так я же хотел добыть побольше золотых монет для папы Карла. Я очень хороший и благоразумный мальчик, так сказала лиса Алиса. Ах уж это разбойница Алиса. С котом Базилио они выкопали твои денежки, да поделили между собой. Ах ты доверчивый дурачок. Чем ругаться? Уж лучше бы помогли бы мне. Как я теперь вернусь к папе Карла? Ну уж, ладно, помогу. Юный друг, всегда будь юным, ты взрослеть не торопись. Будь веселым, дерзким, шумным, драться надо, так дерись. Никогда не знай покоя, плачь и смейся, не в попах. Я сама была такой триста лет, триста лет до мудрого. И мудрая тортилла подарила Буратино золотой ключик. Его потерял один злой человек по имени Карабас Барабас, но я отдаю его тебе. Золотой ключик откроет одну дверь, и это принесет тебе счастье. Не потеряй его, Буратино. Спасибо, спасибо, синьора тортилла. Вы не могли отдать ему более надежные руки. Все это видел и слышал продавец пиявок Дуримар. Он схватил сачок, ведро и что есть сил помчался в город. Если вы думаете, что на этом кончились приключения Буратино, то вы глубоко заблуждаетесь. Слушайте, что было дальше. От усталости Буратино еле перебирал ногами. Был поздний час, можно сказать, ночь, и, как совершенно справедливо заметил Буратино, все дети в эту пору обычно спят в теплых кроватках. И Буратино ужасно хотелось есть и спать. Как вдруг, о, счастье, в лунном свете он увидел лужайку, маленький домик с разрисованным окном, а в нем куклу Мальвину, девочку с голубыми волосами, бежавшую от злого карабаса-барабаса. Кузнечики-фанайщики высоко подпрыгивали и зажигали в синих колокольчиках свет. Ах, как это было красиво! ПЕСНЯ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Волшебники почти Шагаем след, след, след Туда, где тень, тень, тень Да будет свет, свет, свет Как будто день, день, день Мы не играем в прятки С полночной тьмой, о, нет Все тайны и загадки Пожалуйте на свет Шагаем след, след, след Туда, где тень, тень, тень Да будет свет, свет, свет Как будто день, день, день Кукла Мальвина чуть не упала в обморок Когда увидела Буратино? И в каком виде? По мне так лучше, чем так выгупиться на меня Дали бы поесть И он набросился на миндальное пирожное Заедая малиновым вареньем, который зачерпывал из вазочки прямо руками Мальвина опять чуть не упала в обморок Кто вас воспитывает? Когда папа? Карла? А когда? Никто? Я займусь вашим воспитанием Еще чего не хватает? Ну и влип же я И Буратино показал Мальвине свой длинный нос Да еще придачу такой же длинный язык На этот раз Мальвина не упала в обморок А рассердилась И велела своему верному другу Пуделю Артемона Запрятать Буратино в чулан Даже самые добрые и воспитанные девочки Могут допустить такую ошибку в воспитании Если встретиться с такими упрямыми И невоспитанными мальчишками, как Буратино А в чулане В чулане шуршали мыши И висела паутина И лезли с наставлениями Всякие разные пауки Детям грубым непослушным Место лишь в чулане душном По заслугам получаю Те, кто ссорятся Кричат Надоело Получают, получают Надоело Получают, получают Получают, получают Получайте лучше ваши, получают Как глупы, как пробки дети Их затягивают, получают Их затягивают все эти Там и жизнь они кончают И не вырваться назад Надоело Надоело Получают, получают Надоело Получают, получают Получаем, получаем Получайте лучше ваших, получат Буратино 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 Беги Спасайся Корабас знает, что у тебя золотой ключик Беги Увы, уже поздно Вот они Несчастная наша судьба Что только теперь будет На пригорке показались Разъяренный Карабас-барабас И трусивший сзади Дуримар Дорогу указывали Слепой кот Базилио И угодливые лиса Алиса Впереди Вынюхивали след Полицейские ищельки Ах! Вот вы где Голубчики мои Ну, берегите же И битва Закипела Псы ищельки нападали Но тут дорогу им преградил Примчавшийся храбрый пудель Артемот Шерсть полетела к клочке Буратино влез на сосну И стал швырять шишками Одна угодила Карабасу по башке А другая Влетела ему в разинутую пасть Получай! Да ищем добавок Буратино Прилепил смолой Кончик знаменитой бороды Карабаса-Барабаса Так, что он Намертво прилип к сосне Где, злодей? Отвечай! Где находится Потайная дверь? Все скажу Отпусти только О, моя прекрасная борода Потайная дверь В коморке папы Карла За разрисованным очагом Плакало мое закровище Вот так и кончилась Эта захватывающая история С золотым ключиком Когда есть ключик И известна дверь Надо открыть ее А там За дверью Наших друзей Буратино Папу Карлу Мальвину Пьеро Пудель Артемона Ждало Настоящее сокровище Кукольный театр Для детей И взрослых Пусти Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...